Дыра в асфальте, словно 3D-рисунок. Камера поднимается чуть выше и в кадре мини-оползень. Вот дом на зиму начали строить, прокопали вдоль дороги траншею и она пошла разваливаться. Машинам на проезд всего пару метров. Езда вдоль проваливающейся дороги, словно серф на доске. Константиновцы начали обращаться в народный контроль, вышли на улицу и их действия дали плоды. Народ завозмущался, он вот три дня назад сюда завез щебенку, я его сам застал здесь. А он что говорит? Он говорит, ну, я ему прямо так и сказал. Я говорю, ребята, вот это называется чистый дебилизм местного масштаба. Ну, дядя, вы правы, он говорит, так, ну вот так не получилось и так далее. И что делать сейчас будет? Ну, сейчас что будет делать? Все эта дорога будет садиться, проваливаться будет. Что будет, то и будет. Этот дом сейчас пустует, с хозяина пообщаться не удалось. Дорога по улице Бирюсовая – единственный выезд из этой части поселка. Вот в 100 метрах ставшего уже известным 51-го дома, судя по карте, протекает река. Только вот здесь, как мы видим, место оврага полностью засыпано. И там засыпали, и здесь засыпали. Спрашивается, первые годы я жила, у меня в подвале воды не было. А сейчас каждый год вода. Дорога над Регой разбита. Водители играют в интуицию и закладывают в семейный бюджет расходы на ходовую. Тут размоют, квест нету. Здесь размоют, здесь трубы-то нет внизу, чтобы протекала вода. Здесь все может размыть. Дороги очень ужасные, машины, конечно, меняем ходовую, ремонтируем каждый год. По словам администрации советского района, ямочный ремонт на Бирюсовой был всего три года назад. А в провале асфальта якобы виноваты хозяева домов вдоль дороги. Сейчас идет поиск ответственных лиц за несогласованные земляные работы. Ордер на производство земляных работ на данном участке не обрался и не оформлялся. Вследствие чего, талыми водами весной подмыло часть дороги и проезжей части. Нами был проведен срочный ремонт путем отсыпки. План на 2018 год по ремонту дорог уже составлен. К сожалению, этой улицы нет в ремонте. Так что этот год константиновцам придется потерпеть. А уже в 2019-м надеется на должное финансирование и должных дорожников. Слава Мухаммадулин, Денифеатов, ТНВ, Казань. Слава Мухаммадулин, Денифеатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин